Дорогие друзья, суббота пишется с двумя Б, говорила мудрая сова. Всех с днем субботы. В этом мире, который мы с вами принимаем за реальный, нет никакой возможности обмануть другого без автоматического обмана себя любимого. Вам кажется это странным? Я понимаю, поскольку и сам так думал ранее, когда мыслительные функции имели приоритет над разумом в моем сознании. Человек в состоянии скрыть свои внутренние недостатки только от самого себя, ибо их практически невозможно скрыть от других, даже если вы приложите к этому массу усилий и основательно подготовитесь. Только самого себя можно обмануть. Каждый человек хочет думать о себе как о высшем существе, а остальных считает несколько менее хитрыми и несколько менее прозорливыми. Но печаль обманщика заключается в том, что другие люди так не думают, они не готовы согласиться с вашим превосходством, поскольку сами считают себя более хитрыми и прозорливыми. Представьте себе на минуту, что в мире случилось чудо чудное, и Всевышний своим волеизъявлением сделал так, что люди стали говорить только правду, помимо своей воли. Хочет сказать ложь, а язык молвит правду. Супруг хочет сказать жене, ты моя кисочка, а с языка срывается, сука, ты мерзкая. Это я так, к примеру, без обид по половому признаку. Начнется тотальный ужас. В мире не останется нигде друзей, кроме как в доме для глухонемых. Жены и мужья переубивают друг друга, узнав всю правду о себе и о желаниях и мыслях супруга. В больнице самораз пустится, потому что большинство докторов умеют только читать справочники, а не лечить людей. Вот, друзья, мой настоящий апокалипсис. А не прилет метеорита, не квантовые скачки с адронными коллайдерами. На планете начнется настоящий ад, преисподняя. Но мир через некоторое время установится, поскольку человек – животное адаптивное, как хамелеон. Отличный сюжет для художественного блокбастера. Никто не высказывает то, что он думает на самом деле, поскольку дружба станет просто невозможной. Человек врет с самого детства, и этому его учат не кто иный, как родители и социум на своем собственном примере. Ребенку говорят, можно обмануть другого, но только не папу, маму, бабушку. Это нехорошо. А вот других немножко можно. Чему удивляться нам, что мы живем в мире тотального лицемерия? Ребенок понимает, что если это работает на других, то почему не обмануть родителей? Это сделает его жизнь спокойнее и комфортнее. Когда вы обманываете других, вы обманываете самого себя. Другие будут притворяться пред вами, что они вам поверили, и тем самым будут обманывать вас. Ведь так удобно играть роль обманутого, когда обманщик расслабляется, и его можно обмануть еще удачнее. Все люди прямо или косвенно говорят о своем величии. Даже те, кто скромниками притворяются, и праведниками особенно. Знавал я одного праведного йога, поборника и защитника христианской религии, который с виду исключительно скромный персонаж. Но видео, которое он снимает и выкладывает в сеть, показывает свои йога-достижения. Сами за него все рассказывают. Посмотрите на современных священников. От мала до велика отцы. Даже после семинарии уже отец с айфоном за кафедрой. Не все, конечно, есть и скромные, но большинство олицетворения ханжества в худшем его виде. Днем он отпускает грехи пастве, а вечером бухает с проститутками. А то и еще хлеще совращает детей из своего прихода. И слова мои не фантазии Веснушкина. Интернет не верящим в помощь. И люди, как зомби, идут к батюшкам замаливать свои грехи. Кто-то, кого вы обманываете, может согласиться с вами. Но он чувствует и знает, кто вы есть на самом деле. Человек не может обмануть кого-либо. Он может обмануть только себя самого. Страх порождает обман. Конечно, в каждом человеке очень много лицемерия, гордыни, безобразия, дикости, уродства. Занудства. Я сам был таким. И не стыжусь этого. Это этап, урок, необходимость. Я говорю Отцу Небесному слова благодарности, что он провел меня этим скверным путем к пониманию, к осознанию. Если человек боится, он не может измениться. Так что первое дело найти корень своего страха. А он лежит в смерти и страданиях, как физических, так и духовных. Если у вас есть этот страх, найдите силы в себе его рассмотреть. Эти страхи пристально, под микроскопом своего ума. Взгляните на свой страх во всей его наготе, обнаженности, тотальности. Признайте его. Отречение от своего страха только укоренит его страх. Он врастет в ваше подсознание. Спрячется за вашими иллюзиями. Доберитесь до самого основания своего страха. Проанализируйте его. Разберите его по кирпичикам. Почему страх существует? Как он возник впервые? Чем вы его кормите? Помогайте ему существовать в вас. Как защищаете его от посторонних глаз? Рассмотрите вашу ожесточенность, равнодушие, высокомерие, лживость, глупость, неестественность, безответственность и агрессивность. Необходимо взглянуть на ситуацию в целом. В процессе самоанализа необходимо рассмотреть, сколько боли вы причинили другим, защищая и проявляя свой страх. Сколько людей косвенно или напрямую пострадало от вашего страха. Необходимо стать искренним самим собой. И это первый шаг к освобождению от страхов. Если человек находит в себе мужество взглянуть в лицо собственным страхам, то он сможет отбросить их, поскольку человек сам лелеет свои страхи, защищает их и ненавидит одновременно. Человек ненавидит себя за свои страхи, за невозможность быть самим собой. Естественным. Поскольку истинное величие человека в естественности, скромности, открытости миру. Наши страхи – это наше же творение. Творение нашего же эго. Нет никого другого, кто виновен в наших страхах. И признание этого факта – первый шаг на пути к трансформации. Это было вашим тормозом, препятствием к достижению счастья в бытие здесь и сейчас. Поскольку страх существует только в будущем. Страх всегда смотрит в будущее. Страх не может быть обращен в прошлое. Он не может быть обращен и в настоящее мгновение. Именно мгновение. Поскольку мы живы. Даже если вы ранены и испытываете боль здесь и сейчас, то страх все равно направлен в будущее. Но не в настоящее мгновение. Осознайте это. Вы можете отбросить ваш страх прямо сейчас. Немедленно. В это самое мгновение моего слова. Все, что для этого требуется – понимание. Просто сделайте это. Освободите себя от холодного, липкого, пронизывающего все существо чувства. Это не ваше достояние. Это ваш камень. Человек носит в руках тяжелые бриллианты. Ему нужно их охранять от других, холить, лелеять. Когда морок спадает с наших глаз, мы вдруг видим, что это не бриллианты. Это обычные тяжелые камни, которые мы носим непомерно долго. Прозревшему человеку ничего не остается, как выбросить их из своих рук. А свободные руки способны взять новое. Если вам кто-либо говорит что-то обидное, задевает вас словом или делом своим, не торопитесь отвечать на автомате. По сложившемуся с годами социальному шаблону. Остановите время своей реакции. Замедлите время. Осмыслите, зачем, а не что происходит. Ведь у всякого слова есть свой контекст, свое целевое назначение, побуждение к действию, которое ждут от вас. Просто спокойно ответьте. Я рассмотрю внимательно то, что вы мне сообщили. Возможно, в ваших словах или действиях есть послание мне от Отца нашего Небесного. Если вы правы, я буду вам благодарен. Если вы не правы, я также сообщу вам об этом. Это самый верный путь к осознанности. Это путь к пониманию и обретению счастья в этом испытании духа и тела, что мы, люди, называем жизнью человеческой. Засим, дорогие друзья, всех вас люблю, всех вас целую. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»